Значит, посмотрим, что же придумали физики, чтобы решить эту проблему. Да, там Эйнштейн использовал идеи Планка, всякое такое. Значит, какая главная идея Эйнштейна была? В том, что в металле электроны находятся, я их сейчас большими рисую, они держатся за металл как будто бы руками. Там они держатся за металл как будто бы руками. И для того, чтобы отсоединить каждый электрон от металла, понятно, что электроны не такие, но как получилось, так нарисовал, нужно затратить определенную энергию. Эта энергия определенная, вот такой величины. И он говорит еще, что свет, когда прилетает на металл, двигается, проявляется не как волна, а как отдельная частичка. То есть свет приходит в металл отдельными кусками с определенной энергией. И эта энергия зависит от частоты. То есть свет приходит не общей такой волной, длинной, постоянной. А он приходит такими кусками, опс, один свет, как будто вагонами, которые движутся. Опс, еще кусок вагонами, которые движутся. И вот энергия каждого вагона света должна быть больше, чем энергия, чем та энергия, которая нужна, чтобы вырвать электрон из металла. Если... А энергия света зависит от его частоты. Если его энергия меньше каждого вагончика света, да, то пусть даже сколько бы много вагонов этого света не приходило в металл, получается так, что один свет передает свою энергию электрону, ему не хватает ее, чтобы вырвать электрон из металла. И дальше эта энергия уходит дальше в металл, и электрон не вырывается из металла. А вот если, как только вагон, энергия этого вагона становится больше, чем энергия нужная для того, чтобы вырвать электрон, да, за счет того, что меньше частота этого света, электроны начинают вылетать, да. Это одно. То есть от зеленого и от синего электроны, от синего вообще огромная буква Е, электроны начинают вылетать. Так он объяснил, почему существует граница фотоэффекта, ниже которой свет не выдергивает электроны. И второе. Тоже стало понятно, почему при большей силе света, то есть большей лампочки, большей амплитуде, вылетает больше электронов. Да, электроны просто имеют, ну, электроны просто... Больше фотонов. Кстати, Эйнштейн еще придумал слово «фотоны», да. Больше вот этих кусочков света прилетает, а не выдергивают больше электронов. И еще, конечно, стало понятным, почему энергия отдельных электронов больше в случае света с большей частотой. Да, опять. Свет, например, синий свет приходит вот с такой энергией. Он отдает кусок энергии, который необходим, чтобы вырвать электрон. Но еще остается маленький кусочек энергии. Вот этот, с которым электрон будет лететь. И для синего света этот маленький кусочек больше, чем, например, для зеленого, от которого остается совсем чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть. Зеленого останется совсем чуть-чуть. И электрон... У электрона от зеленого света будет меньше энергии отдельного электрона. Так, как бы приняв, что свет действует еще и как частица, получилось объяснить фотоэффект и решить еще несколько проблем. Проблема там спектра абсолютно черного тела, про которую мы сейчас не будем говорить. Но еще и проблему того, как устроен атом и из чего он состоит. Вот про это мы как раз поговорим в следующем видео.